Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первое видео о авторынок. Кстати, если вы до сих пор еще на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры на машины тест-драйвы сравнительные, а также обзоры тех планов, где мы разбираем особенности тех или иных моделей в бэушном виде, рассматривая их на подъемнике. Если же заинтересовали машины в наличии или наши вакансии, добро пожаловать на сайт. Переход по ссылочкам в описании, либо на экране. Герой нашего сегодняшнего обзора уже как-то был на нашем подъемнике, и мы детально разговаривали об особенностях, скажем так, эксплуатации и жизни с этим автомобилем в бэу-виде. Но сегодня мы решили повторить заход. Правда, на этот раз речь пойдет больше про практические стороны для конечного потребителя, а именно удобство салона, багажника и так далее. Ну и, конечно же, чуть-чуть про технику. Куда же без этого? Встречайте, Nissan Qashqai J11. Ниссан Qashqai в кузове J11 появился в 2013 году. Эта модель выпускалась до 2022 года. При этом машину освежали при помощи рестайлинга в 2017. Но на российском рынке эти Qashqai продавались в дорестайлинге аж до 2019 года. Причем с 2015 сборка этих кроссоверов была локализована. Машины, предшествующие этому периоду, собирались в Великобритании. Что касается гаммы двигателей, на российском рынке Qashqai в кузове J11 достались не все доступные европейцам, например, агрегаты. Под капотом российских Qashqai стояло три варианта силовых установок. Это малообъемный турбомотор на бензине 1,2 литра на 115 лошадиных сил, дизельный двигатель 1,6 литра на 130 лошадей и двухлитровый атмосферник 150 лошадиных сил. Коробки передач механические шестиступенчатые, либо вариаторные. Ну а по типу привода машины с двухлитровым мотором можно было купить в варианте 4WD. Все остальные модификации имели привод только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр 2016 года выпуска под капотом 2 литра бензин, 150 лошадей, вариатор и полный привод. Nissan Qashqai это компактный кроссовер. Длина этого автомобиля 4,37 м, ширина 1,83 м, а высота 1,59 м. Колесная база паркетника 2,64 м, радиус разворота 5,5 м, вполне нормальный показатель. Автомобиль не сказать, чтобы особо тяжелый. Снаряженная масса этой машины 1522 кг. Максимально разрешенная, не дотягивает до 2 тонн, 1950 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для заводской краски показания толщиномера на Qashqai G11 будут лежать в диапазоне от 80-82 до 110-115 микрон. Ну а что касается стойкости кузова к коррозии, то вопросы здесь возникали лишь по машинам английской сборки, то есть по автомобилям, собранным до 2014 года. И касались они появления очагов коррозии под уплотнительной резинкой двери. На российских машинах более поздних лет выпуска этой проблемы уже не было. Видимо, имел место некий дефект окраса на заводе. Обзор внутреннего пространства автомобиля начнем, конечно, с багажника. Тем более, что эта машина реальный претендент на роль единственного автомобиля в семье. Объем багажника по каталогу здесь 430 литров. Вроде бы немного вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Первого взгляда внутрь становится достаточно, чтобы понять, что багажник здесь очень небольшой по глубине. Ширина проема в его нижней широкой части 116 сантиметров. Высота багажника от фальшпола до полки 38. Ширина по полу между арками колес 108 сантиметров. Расстояние от спинки заднего сидения до заднего борта 82 сантиметра. Если надо увести какой-то габаритный груз, убирайте полку и складывайте спинки сидений. Сложенные спинки сидения в данном случае образуют практически ровный пол. А расстояние до спинки переднего сидения равняется 156-157 сантиметрам. Расстояние от заднего борта до передней панели в данном случае 2 метра 50 сантиметров. Так что если груз узкий и длинный, рассчитывайте на подобный параметр. Что касается дополнительных удобств по багажнику Qashqai второй генерации, то здесь по сути говорить не о чем. Присутствует плафон освещения с левой стороны и тесемки для фиксации груза справа и слева. Ну а под фальшполом у нас скрывается полноразмерное запасное колесо и набор штатного инструмента. Ну а теперь про салон второго Qashqai. Попадая сюда, отмечаешь удобные кресла. Они в меру мягкие и при этом имеют боковую поддержку. Причем на спинке сидения эта поддержка достаточно хорошо выражена. Рулевое колесо имеет кожаную отделку и при этом абсолютно не скользкое. Что касается регулировок. При моем росте 1,86 м я быстро нашел для себя удобное положение. Рулевая колонка в данном случае имеет механические регулировки как по вылету, так и по наклону. Причем диапазон регулировок очень большой. А если отодвинуть до упора назад водительское сидение, то можно вытягивать левую ногу. Полностью выпрямив ногу в колени, я еле-еле носком достаю пол салона. Плюс еще остается в запасе регулировка сидения по высоте. Так что с размещением у водителей высокого роста в этом Qashqai вопросов не возникнет. Ваши локти тоже не останутся без опоры. На дверной карте отделанный тканью подлокотник, а справа крышка центрального бокса. Она достаточно широкая и при этом находится на своем месте. По части разного рода клавиш и кнопочек, отвечающих за функционал в автомобиле, машина представляет собой типичный Nissan середины десятых годов. Унификация с остальным модельным рядом Nissan здесь налицо. Те же клавиши вы обнаружите и в седане Tiana, и в большом кроссовере Pathfinder, и в X-Trail, и даже в Nissan Murano. При этом сгруппировано все очень логично и удобно. Блок управления стеклоподъемниками, клавиши центрального замка, регулировка боковых зеркал. Слева от рулевого колеса регулировка яркости подсветки приборной панели, сброс одометра, а также клавиши включения-выключения системы стабилизации и активация экономичного режима. Подрулевые переключатели здесь, на мой вкус, расположены далековато. К ним приходится тянуться, зато они переключаются без особых дешевых щелчков и с приятным усилием. На рулевом колесе два блока клавиш, левая сторона отвечает за мультимедийную систему, правая относится к круиз-контролю и к телефону, который вы можете подключить через Bluetooth протокол к штатной системе. Сама мультимедийная система здесь имеет большой монитор, на него выводится картинка с камеры заднего вида, либо на автомобиле, где присутствует такая опция, как камеры кругового обзора со всех четырех камер соответственно. Ну а внизу блок управления климат-контролем. Сгруппирован логично, температура регулируется при помощи удобных поворотных рукояток, а клавиши на панели отвечают, например, за скорость вентилятора, авторежим, кондиционер и так далее. Клавиши тактильно различимы и в целом после некоторой привычки можно управлять климатом, не отвлекаясь от дороги. Внизу клавиша включения-выключения стояночного тормоза, ручник, здесь электрические гнездо USB и разъем AUX, 12-вольтовая розетка, клавиши подогрева сидений, а также шайба управления режимами полного привода. На Кашкае предусмотрена функция полного отключения задней оси, положение 2ВД, авторежим, когда задняя ось подключится по требованию через муфту при необходимости, и режим блокировки муфты, который работает до скорости 30 км в час, помогая вам подготовиться к тяжелым дорожным условиям, например, к парковке в нечищенном дворе. Селектор коробки передач здесь с прямой прорезью и с курком блокировки. Все привычно, без новаторских решений. В приборной панели здесь вопросов нет. Приборка очень яркая, хорошо читаемая, приятная белая подсветка, глаза не раздражает. Оцифровка достаточно крупная, все наглядно и понятно. То же самое относится и к экрану мультимедийной системы, которые здесь, кстати, сенсорны. В плане бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, по этому автомобилю можно констатировать следующее. В центральном боксе у нас присутствуют два подстаканника для водителя и переднего пассажира. Есть маленькая полочка с прорезиненным покрытием на дне для разного рода мелочевки. Центральный бокс довольно глубокий и объемный. Тут есть отдельная 12-вольтовая розетка. Основной бардачок, по традиции Nissan, достаточно глубокий. Хотя не настолько, насколько он был глубоким на предыдущем кузове Qashqai G10. Ну а внизу дверных карт присутствуют кармашки, передняя часть которых оформована под бутылочку с напитком. Что касается обзорности этого кузова, на самом деле по этой части вопросов к кроссоверу не возникает. Боковые зеркала здесь практически квадратные, большие по площади и крайне информативные. Передняя панель, несмотря на то, что она довольно высокая, не загораживает обзор благодаря своей вогнутой форме. При этом при среднем положении кресла по высоте вы в любом случае видите капот. Видны его боковые края и передний край тоже. Редкий случай на современных автомобилях. И даже широкие боковые стойки в данном случае не особо затрудняют обзор при маневрировании. При этом линия бокового остекления в меру высокая и на обзорности никак не сказывается. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. При росте 1,86 м, садясь сам за собой, я контактирую коленями со спинкой переднего сидения. Причем спинка это не сказать, что особо податливая, но и не пластмассовая, не жесткая. Поэтому в принципе, если чуть пододвинуть вперед сидение, будет нормально. В плане высоты подушки заднего сидения, которая здесь, конечно, повыше, чем передние, вопросов не возникает. На полу присутствует тоннель посредине, но само сидение при этом плоское, то есть рассчитано на трех пассажиров. Регулировки спинки по наклону здесь нет. И посадка сзади довольно вертикальная. Зато при повороте головы в сторону не утыкаешься лицом к пластмассу, как это происходит, например, в Toyota C-HR. Так что с обзорностью для задних пассажиров здесь тоже все очень даже неплохо. Из удобств посредине присутствует откидной подлокотник с двумя подстаканниками и собственные дефлекторы вентиляции в центральном тоннеле. Кстати, у этого автомобиля достаточно хороший запас места для ваших ступней под самим передним сидением. Есть куда спрятать ноги. В общем и в целом, в дальнюю дорогу на заднем сидении Qashqai 2-й генерации отправляться можно. Что касается гамма-моторов под капотом Qashqai с самым базовым бензиновым двигателем, здесь был двигатель с индексом HRA2DDT, он же H5FT в реношной классификации. Имея объем 1,2 литра, этот двигатель выдает 115 лошадиных сил и имеет 190 ньютонов метров крутящего момента. Что на самом деле неплохо. По конфигурации это 4 цилиндра в ряд, блок цилиндров алюминиевый, два верхних распредвала, стоят фазовращатели на впуске и на выпуске. Мотор оснащен непосредственным впрыском топлива, то есть имеет на борту ТНВД и турбонагнетатель. Гидрокомпенсаторов на этом моторе нет. А привод ГРМ цепной, правда цепь это не отличается большим ресурсом. Как правило, к пробегу около 100 тысяч километров уже может демонстрировать признаки растяжения и проситься на замену. Кроме того, по моторам 1,2 в свое время дилерами осуществлялась коррекция прошивки, призванная поправить режим работы агрегата. Кроме того, подобные моторы имели привычку подъедать масло, причем на достаточно скромных пробегах. Однако, если этот момент вас не смущает, равно как и необходимость менять то самое масло раз в 5000 километров, в принципе, подобный агрегат к покупке рассмотреть можно, но при условии, что у машины маленький пробег, поскольку ресурс малообъемного наддувного двигателя оказался незапредельным. Моторы выхаживают 200-200 с небольшим тысяч до появления проблем. Кстати, и сочетается этот малообъемный двигатель на Кашкайе с вариаторной коробкой Jatka JF015. Конечно, к 2015 году многие проблемы этого вариатора компания поправила, но рассчитанный на малообъемные двигатели с небольшим крутящим моментом вариатор в данном случае не всегда, что называется, вывозит программу. Бывают эпизоды, когда коробка не выхаживает 150 тысяч километров пробега, а в ремонте он не так дешев. Коробки с маркировкой JF016 и JF017, первая из которых ставилась на двухлитровый бензиновый, а вторая на дизельный Кашкай, ведут себя в этом плане лучше. И, пожалуй, единственное, на что можно попенять более современным версиям вариаторов на Ниссане, это на отсутствие возможности отремонтировать гидроблок, в случае чего. Менять его придется только в сборе, а стоит он недешево. Так что при покупке подобной машины особое внимание на работоспособность КПП, со всеми сопутствующими проверками и диагностиками. Зато сам двухлитровый мотор, который носит индекс MR20DD и представляет собой алюминиевую рядную четверку, также с двумя распредвалами, тоже без гидрокомпенсаторов, очень даже неплох. У него цепной привод ГРМ, но цепи эти выхаживают уже гораздо более 100 тысяч километров. А из усложняющих конструкцию элементов, по сути, только прямой впрыск с ТНВД, который, правда, не относится к проблемным моментам этого мотора. Из особых моментов на двухлитровом Qashqai время от времени придется чистить систему EGR, а также проявлять осторожность при замене свечей. В случае, если переусердствовать с моментом затяжки, есть шанс получить трещину в ГБЦ, как это было на предыдущей версии мотора, которая ставилась на старый Qashqai, либо X-Trail. Подъедать масло MR20DD тоже может, но для данных двигателей эта проблема случается позже, чем для моторов 1.2, как правило, на пробегах уже за 200 тысяч километров. Если, конечно, предыдущие владельцы не имели привычки кататься, не меняя масла, по дилерским интервалам. 15 тысяч тяжелых условиях эксплуатации, к которым относятся любые условия эксплуатации в нашей стране, желательно сократить интервал замены масла на атмосферном двигателе до 8 тысяч. Кстати, мощности двухлитрового бензинового MR20DD Qashqai вполне хватает. С нуля до сотни этот кроссовер разгоняется на вариаторе за 10,5 секунд, а максимальная скорость составляет 182 километра в час. Если же хочется больше крутящего момента, можно обратить внимание на крайне редкую версию с дизелем 1,6 литра. Это R9M. Реношный мотор. Турбодизель с системой впрыска Common Rail. Четыре цилиндра, 130 лошадей и аж 320 ньютонометров крутящего момента. R9M существует в нескольких версиях, в том числе и твинтурбовой, которая устанавливалась, например, на автомобиле марки Mercedes. Но Qashqai подобные, кстати, более проблемные варианты не попадались и не были положены. Здесь стояла 130-сильная версия с одной турбиной. По сути, вопросов по дизелю R9M не так много. Основная ключевая проблема, вернее, фактор риска – это капризные к качеству топлива пьезофорсунки. EGR, а также маслонасос с переменной производительностью. Но, в целом, если вовремя обслуживать дизельный двигатель и не заправляться абы какой соляркой, данный двигатель способен отъездить около 400 тысяч километров до капремонта. Правда, такие Qashqai будут только вариаторными и только переднеприводными. Ну, а перед тем, как посмотреть на Qashqai G11 снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожность, значение которого для данной модели, кстати, 20 сантиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти показатели истинным. В данном случае самая низкая точка автомобиля будет находиться под защитой моторного отсека, и до нее от асфальта всего 18 сантиметров. Передний бампер выше этой отметки, нижний край в районе 21. Расстояние от земли до отбортовки поддомкратника 24 сантиметра, а в задней части порога 28. Ну, а до заднего бампера от асфальта все 30 сантиметров. Что касается подвески второго Qashqai, то в данном случае схема классическая для большинства автомобилей класса паркетников. Передняя подвеска выполнена по схеме Макферсон. Шаровые опоры нижних рычагов запрессованы, и по логике производителя меняться должны только в сборе с рычагами. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике сверху. Доступ к креплениям, скажем так, не очень хороший. Поэтому для замены втулок стабилизатора придется частично опускать подрамник. Рулевая рейка на втором поколении уже электрическая, и не сказать, что особо проблемная. Свои 100 плюс тысяч она способна отъездить. Но если пробег на машине уже большой, лучше проверить ее на предмет отсутствия люфта. В плане антикоррозийной обработки по днищу этот автомобиль демонстрирует нам чуть больше герметика и антикора, чем можно видеть, например, на машинах для внутреннего японского рынка. Естественно, здесь присутствует шовный герметик, причем нанесен он достаточно нескромными мазками, а также слой антикоррозийной защиты в районе порогов и на днище. Центральный тоннель же в данном случае закрыт термозащитами, и имеет только следы шовного герметика. В базе автомобиля снизу располагается топливный бак, разделенный карданом на две половинки. Его объем 60 литров, и сам бак в данном случае пластиковый. Это хорошо, ржаветь он не будет. Задняя подвеска в данном случае на рычагах. Здесь по одному продольному и по два поперечных рычага на каждую сторону. Пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга, что упрощает замену компонентов по отдельности. Задние тормоза дисковые, стояночный тормоз воздействует на основные суппорта. Кстати, работоспособность электрического ручника лучше на всякий случай проверить. От долгого неиспользования запросто может закиснуть механизм. В плане антикора в задней части кузова без изменений над задним подрамником какой-то дополнительной обработки не видно вовсе сугубо обработанные соединительные швы кузова. Так что, если подобный автомобиль вы планируете эксплуатировать в течение многих-многих лет, желательно озаботиться дополнительной антикоррозийной обработкой. Таким мы увидели сегодня Nissan Qashqai G11 2-й генерации 2-х литровой полноприводной с вариаторной коробкой передач. Надеемся, после просмотра этого видео у вас появилось общее представление о том, что же такое эта машина. Если у вас был или есть до сих пор подобный Qashqai, на котором вы проехали, не одну сотню тысяч километров вам есть, в чем нас дополнить и в чем поправить, пишите все в комментарии. Людям, которые думают о покупке такой машины, ваш комментарий может помочь сделать выбор. Заинтересовала конкретная машина на подъемнике? Контактный телефон для связи указан в описании. На нем же есть WhatsApp. Пишите, звоните, задавайте дополнительные вопросы. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какие машины вы хотите видеть на подъемнике в будущем. Ну, а мы постараемся раздобыть их и отснять. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!